Колбаса не должна заканчиваться. Ритм шутера идея может быть и странная, но в некотором смысле напрашивалась давно. Еще во втором думе 1994 года супер-дробовик задавал ритм. Бах! Делал перезарядка. Чик-чик-чик. Бах! Потом ты делал, открыл, положил, закрыл. В любом случае три. Metal Hellsinger к тому же не первая, как минимум была BPM в 2020 году. Но сегодняшний гость самый важный, потому что он про металл. И не про какой-нибудь модный молодежный, а достаточно близкий к тому, что слушаю лично я. Вне себя от счастья, потому что именно такому уделяет мало времени в современных играх. А уж специальная игра, это просто для меня ор выше гор. В этой игре есть какой-то сюжет. Безымянная демонесса, как пошла в ад, так всех чертей решил разметать по углам. У нее есть какие-то причины, но я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем нам что-то, кроме изначальной задумки, нужно. Ну ладно, если без шуток, то там ура про то, что она осталась без голоса, не может петь свою песню. И вот я такие стыдные штуки не люблю, честно говоря. Не обязательно было привязывать суть игры к музыкальной составляющей. Смотрите, у нас музыкальная игра и сюжет что-то про музыку, голос, песню. Уж больно натужно это всегда получается. Надо же было оправдать название Хелсингер. Ну, можно было бы просто ее назвать Хелсингер. У нее там какая-нибудь специальная обилка, она такая, ааа, как Девакин, да? Все, на этом закончили. У меня тоже Девакин. Да. Можно было обычную историю рассказать про то, как демонесса бьет чертей. Ну, там еще есть английские отроди. Все равно она не имеет тут никакого значения. Я здесь про музыку и геймплей. Да хватит, а что по геймплею? Все довольно очевидно. Один уровень, одна песня. Ну, то есть две, одна на сам уровень и одна, одна и та же повторяющаяся на битву с боссом. Потому что босс один и тот же. У каждой песни есть ритм. Выстрелы, удары мечом и перезарядка по-хорошему должны попадать в такт, который нам показывают скобочками около прицела. Сходятся эти скобочки в нужном месте, основном вот этом, центральном. Стреляй или руби, попал и во врага и в скобочки, урона больше, очков больше. Ритм игра. Ну, как гитар-хера работает практически. Просто там плюшечки, полосочки в рок-бенде, а тут скобочки. Попадание в такт повышает шкалу ярости, множитель очков по сути. Он сам по себе постепенно снижается, но от ударов врагов совсем сильно снижается. То есть, когда по тебе попадут, он такой, пшшш, сразу слетает. Главный прикол в том, что музыка инструментальная до тех пор, пока не набьешь максимальный уровень ярости. Тогда вступает бокал. Так тебя, считай, поощряют за хорошую игру, но и напряжение увеличивают, потому что сбросится множитель, станет не так крупным. Вокал уйдет, он такой рычащий зачастую, бодрящий. Погаснутся толпы пламени, красивые, которые на 16х максимально тоже, как на концерт, аспиративно. А должно быть круто, так что старайтесь. Звуки выстрелов и рубилова, если попадаешь в штакт, дает еще больший уровень нажористости звуковому сопровождению. Так что промахиваться еще и поэтому не хочется, потому что ритм, динамика сбиваются. Это не круто, это звучит плохо. А ты как музыкант, который должен попадать, как басист, которому единственное, что нужно в ритм попадать, ды-ды-ды-ды, хоть на одной стороне, ды-ды-ды-ды, анекдот про басистов, знаешь, да? Приходят в магазин с мозгами разных музыкантов. Типа, вот этот, говорит, что такое? Ну, вокалиста в мозге, сколько стоит? 100 баксов. А, понятно. А это мозги гитариста, соло-гитариста. Сколько стоит? 200 баксов. А, понятно. Говорит, а это чьи мозги? А это, говорит, басистов. Сколько стоит? Тысяча. Говорит, а почему так много? А чтобы столько мозгов нарубить, их надо столько убить. Нужно следить еще и за здоровьем. Можно добыть из подбитых зеленых кристаллов. А можно подкосить вражину и провести добивание. Тоже подхилиться. То есть, как в душе, современно. Есть разное оружие, у которого, очевидно, разные ритмические рисунки. С черепом и мечами все понятно. Отбивать можно прямо ровненько. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Подряд. Пистолеты работают примерно так же, но их надо перезаряжать. Можно подождать, пока он сам это сделает. Но это все для лузеров, потому что долго и с ритма сбиваешься. Пока ждешь. Лучше всего жмякнуть отдельную кнопку в специальные подсвеченные скобки. То есть, опять же, перезарядку тоже надо попасть. Как в гирзобор, да? Опять же. А это, то есть, один раз жмякнул, и он его быстро переберет. Да. Просто в BPM-е там круто было сделать, на самом деле, перезарядка. А там перезарядка состояла как раз из нескольких нажатий. А-а-а. То есть, ты там, было шестизарядный пистолет, ты там, тщ-тщ-тщ-тщ, на ритм его отстрелял, а потом жмешь R, и он там, чик-чик, в ритм по одной патронке, короче, вносился. Тоже прикольно, но здесь именно за счет того, что ритм немножко другой во время перезарядки происходит. Легко сбиться. То есть, немножко по-другому сделано, но тоже интересно. Потому что у арбалета, который бьет по площади, всего два зарядка, и перезаряжается он дольше. Три оружия буквально у тебя ровно идут, ты можешь попадать в каждую скобочку, и все нормально, у тебя идет. А этот, бах-бах, и ш-ш-ш-ш, и ты все. Мозги разъезжаются сразу же, я не мог очень долго им пользоваться, привык, к нему надо. Так что это тоже свой особый элемент геймплей не дает, да, свою динамику. Дробовик и какие-то летающие косы тоже чуть иначе работают. У всех есть свои преимущества и недостатки, конечно. Все взять нельзя, приходится выбирать, что конкретно вам подходит. Потому что у каждого есть и свои заряженные приемы, которые тоже что-то веселенькое делают. Помогают в самые ответственные и напряженные моменты. То есть, и это тоже нужно учитывать, когда выбираешь оружие. Я в итоге остановился на обычных пистолетах и вот как раз таки арбалете. Потому что по площади бить очень удобно, и много очков сразу прилетает. Типа БФГ, что ли, арбалет? Ну, практически. Скорее, ракетница, но площадь у нее хорошая такая. И ты с прыжка, она дамаг тебе не наносит, поэтому ты с прыгана такой вниз, и мелких чертей разносит, сразу Х-16. Все, максимально. Очень удобно. Мне понравилось. Понимаешь, тут нужно к ней привыкнуть очень, к этому ритму новому. С перезарядкой, два выстрела всего лишь. Сплошное тык-тык-тык-тык-тык. Идет еще игра специальная, тебе выдает как такт, как метроном практически, и долбит по башке. Теряешься. Очень часто теряешься из-за того, что у нее это все сбивается. И это прикольно. Также и враги самые разные. Кто-то летает, лучами стреляет, дамажащие кольца раскидывает, стреляет какими-то шарами. Сначала простой шутан, а потом превращается еще и все это и в бульд-халл, когда веерами летят шарики. Ух, красота. Когда уворачиваться надо буквально вот от всего. Попадать в ритм в то же время надо, и по целям тоже попадать надо. Звучит, ахах, как непосильная задача. Но сложность выстроена очень хорошо. Все очень постепенно происходит. При этом есть уровни сложности. Есть сигелы, это такие бляхи специальные, бонусные, которые покрывают проблемные места. Например, один из них не дает упасть множителю ниже четырех. Никогда. Даже если ты совсем прострался. Удобно. Не можете, не успеваете, долго набираете. Вот как раз один такой может сделать. Но взять всего им можно два. Поэтому, опять же, приходится выбирать. Их, правда, сначала нужно набить на дополнительных челленджевых уровнях, но это уже мелочи из жизни. Правила, правда, чуть меняются на боссе. Там вокал на месте вне зависимости от счетчика. Потому что сложно. Потому что счетчик там слетает постоянно. Вот на нем включается Bullet Hell. Вот как шутер, именно исключительно шутер игра, не хватает звезд. Окружение нормальное. Такое в стиле думов современных, да? Но без фантазии. Вражина уродливая, что капец. Таких скучных жителей ада еще поискать надо. Стрельба без какой-либо тряски экрана. Поэтому эффект не совсем тот. Со стороны полная туфта, если просто смотреть на это. Какая-то игра с аркадного автомата. По сути, она такой и является. Но это именно что ритм шутеров. Вместе с музыкой, вместе с топтанием ножка и качанием головы, звуковыми и визуальными эффектами, которые подкрепляют твои успехи. Это прям магия. Рогатая магия. Поймал свой флоу и почти 30 минут без перерыва на одном уровне, не отрываясь, колбасишь. Спасишь. Нужна еще третья рука, чтобы козу бежать повыше. Нажимаешь кнопки и вот коза нужна. Закрыть глаза. Ну это уже совсем. По-моему, совсем. Но мне интересно. Нынче на Твичах с закрытыми глазами проходят Dark Souls и Alden Ring и прочую фигню. Может быть и это смогут. Ну там не... Там как генерация? Генерация эти какого? Враги. Или они всегда на запланированных точках? А вот хрен знает. Я, честно говоря, не отмечал. Ну, я не знаю. Сейчас такие умельцы появляются, что я уверен, что и с закрытыми глазами смогут. На звук, да? Чисто по звуку, да. Хотя там плотная стена. Очень сложно будет разобрать, потому что тебе и метроном бахает достаточно громко, и в звуке бахают, и музыка колбасит, и вокал еще там. Да, сложно будет в пространстве определять, где враги. Всего угара где-то всего лишь на 3 часа на нормальном уровне сложности. Но их уровни сложности 3. Легкие, средние и самые сложные. Можно убирать скобочки под сказки. И продолжать дальше. Нет, конечно же не можно, а нужно. Эту игру пройти один раз просто кощунство. Это только привыкнуть. Понять подходящие комбинации. Например, не сразу допер, что чмыреть щитами. Лучше всего рубить мечом. Как это ни парадоксально, но так или иначе получалось довольно удобно. Или если даже арбалетом ты ему стреляешь, он там типа откидывает щит, но все равно тут либо переключаться на пистолет, чтобы было не совсем удобно, либо продолжать колбасить его арбалетом, и это долго получалось. А мечом подбежал, тык-тык-тык, он быстрее умирает. То есть это все еще нужно было найти. Еще нужно будет нарубить немного побольше сигилов. В общем, отлично на самом деле количество контента. Хотелось, конечно, как всегда больше, но... Но не получилось. Но не получили, да. Это как бы все равно тест. Скорее надо посмотреть, как оно пойдет, не пойдет. Потому что, ну, здесь вложились в игру-то значительно сильнее, чем в BPM. Потому что пригласили музыкантов. Так что об этом сейчас я и расскажу. Там плюс еще нужно, опять же, какие-то комбинации находить. Научиться быстро переключаться на череп, который, когда им стреляешь, у тебя множитель не падает, даже если ты никого не попадаешь. Главное в ритм. То есть он специальный, для этого там сразу сказали. Когда перебегаешь между аренами, счетчик вниз идет. И вот чтобы этого не происходило, достаешь череп. Или когда просто врагов арена такая большая, может быть, чтобы добежать, успеть, но не потерять множитель, включаешь череп, быстро переключаешься на уровень, на другой, как пык-пык-пык, добежал, переключался на нормальный. Череп очень мало бьет, поэтому он не нужен особо. Поэтому приходится вот так вот туда-сюда тыркать. А то, в общем, нужно сначала привыкнуть, а потом уже побеждать. В лидерборде и все такое. В общем, спустя три часа ты просто лучше понимаешь, куда, как и зачем тыкать. А дальше побеждаешь супостатов с шиком и помпой. Под хорошим ухом. Кстати, о музыке. Немножко нужно про нее рассказать. Это не сильно поддающееся определению металл. Потому что там и мелодичный дэд с рычащими мужиками и дамочками, и джента тоже очень много, и чего-то там плюс-минус более современного. Не сильно современного, чтобы меня не вырвало. Но и не совсем олдскул, чтобы молодняк не одурел. А то, если бы они там врубили какую-нибудь миссню, типа Гэлэри Тарк Транквилити, люди бы с ума сошли, те кто не готов. Но самое главное бодро, качево, динамично и в меру жестко. И даже мелодично местами. На мой вкус уж очень ровно запродюсированные треки. Прямо какие вылезные. Не очень изобретательные из-за этого. Понять можно, они все-таки должны выполнять определенную функцию, в первую очередь геймплейную, да, с этим самым ритмом. И треки сочиняла продакшн-компания, а не какая-то сформировавшаяся группа. Ну, то есть там всего лишь дуэт, слишком громко сказать продакшн-компания. Но то, что они такие человеки-оркестры, сказывается. То, что они делают там для всего на свете. Разные совершенно треки, оркестровые такие, эдакие. Украсить корпоративное безобразие должны были приглашенные музыканты. И тут же они разгулялись просто на все. Деньги? Они же ведь шведы. Я не знаю, кого приглашают. Знаешь, книжку Стайни из Dark Tranquility. Аж три песни на себя взял. Я этому мужичище лично ручку жамкал. На концертах с Dark Tranquility было, не знаю, сколько раз много. Дико вот просто рад чисто его наличию. А его еще и в три песни засунули. Ну, потому что мужик работать умеет, знает, как и ух, какой забористый. Еще есть Алиса из Арченами. Прекрасна тем, что может отлично гроблить и очень даже неплохо петь чисто. Чем и выпендрилась. Ей достался, наверное, самый лучший трек стики. Можно просто все это отдельно послушать на Ютубе. Все доступно. Они разрешают это стримить, показывать, включать. Поэтому, к счастью, я смогу это все показать. Он у нее самый запоминающийся. Танька из Джинджер может то же самое. Есть Бьерн из Сойл Ворка, которого я всегда рад слышать, но не в том, что сейчас играет Сойл Ворк. Так что хорошо, что здесь музыка немножко другая. Не настолько модная и молодежная, как я уже говорил. Также вокалистам из Тривиума Lamb of God досталось по треку. Забавно, что туда внезапно затесался вокалист Refuse. Группа из Киберпанка 2077. То есть, по сути, это голос Джонни Сильверхэнда. Сюда просочился. В это киберпространство. Честно говоря, он немного не вписывается в общий стиле. Не митольный вокалист, потому что он панк. В основном, что такое около-панковское. И не зашло мне, если честно. Ну и многим понравится, что есть Серж из System of a Down. Может быть, потому что я не фан этого бенда, а может, ему и правда достался какой-то скучный трек, хоть и заточен под финальную-финальную битву. Ну и как бы то ни было, саундтреку от меня два Лойса. Несколько треков заберу себе в и так опухший плейлист. Когда пройдет время, правда, чтобы я мог отдохнуть от них. Это же задолбали немного. Буквально на репите слушаешь каждый по нескольку раз. Ну, 30 минут, а трек там 5-6 минут максимум. Вокругу, вокруг, вокруг. Немного одурения, да. В целом, довольно странно, что не было дуэта, хотя это напрашивалось хотя бы в какой-нибудь момент, если без спойлеров. Самое главное, меня наглухо забрало. Не все идеально, даже не так. Дизайн страдает, прям честно. Как визуальный, так и уровень. Даже по меркам аренных шутеров слабовато. Оружия хотелось бы значительно больше. А вот чего не отнять, так это что работает, ритмическая часть и музыкальная поливалова тоже достойная. Я всеми конечностями за такие проекты. Этот крутой. Хочу новые, хочу еще, хочу новые треки. Колбаса не должна заканчиваться. Поддержите метал, слушайте метал, играйте в метал. Метал навсегда. Я метольнулся на всю голову. Потому что, когда сочетаются мое любимое метал и игры, это в два раза больше счастья. Редактор субтитров А.Семкин